Ответь! Соревнования у нас плановые, три раза в год проходят именно вот такие соревнования по двум дисциплинам. Самое главное, что молодцы родители приезжают, привозят, тоже за детишек родеют. Ну и огромное желание, горящие глаза у ребят, всем только здоровья, новых достижений, чтобы, возможно, кто-то и проявит себя в дальнейшем на более высоком уровне. Все начинается у нас с детских школ, с фоков, вот с таких. Судить соревнования приезжают судьи региональной спортивной федерации по виду спорта «Восточное боевое единоборство». Это очень хороший полигон для повышения опыта и мастерства, потому что это, так скажем, первая ступенька. И также это дает большое подспорье для спортивного роста спортсменов именно Щелковского района, Подмосковья. То есть очень хороший зал. Здесь нас всегда тепло принимают. Состязания проходят в нескольких дисциплинах. Федерация Восточных боевых единоборств России, помимо сетокан, объединяет еще три вида восточных единоборств – кабудо, кудо и сетариу. Вот Восточное боевое единоборство, официальный возраст, с которого можно участвовать по кумите – это 10 лет. Это именно тот возраст, с которым начинается группа начальной подготовки первого года обучения для Восточного боевого единоборства по кумите. То есть идеология такова, и она здесь не разнится с теми, кто прописывает эти федеральные стандарты. Первые годы обучения – это всегда общая физическая подготовка. Цель тренеров, как нам рассказали, это в первую очередь воспитать гармоничных людей, а еще сформировать в них качества, без которых очень трудно победить на татами. Это координация, сила, скорость, быстрота и гибкость. Мне нужно получать мотивацию и учиться над своими ошибками. Мне было легко, меня поддерживали родители, меня поддерживал тренер. И все мои родственники меня тоже поддерживали, уже через свое состояние. А сколько эти медали за что? Первая медаль за ката на третьем татаме, вторая – сютака на первом татаме, и третья – тоже кумите на втором татаме. Традиционно эти соревнования являются отборочными на опластное первенство и другие состязания более высокого уровня. Лучшие из лучших будут защищать честь своих клубов и спортивных школ и на уровне Подмосковья. А кто-то из них наверняка станет чемпионом. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение.